Танин Николай Иванович, я приехал из Краснодара. Тема доклада, у меня, собственно, две философские темы. Первая — это пространство, а вторая — это время. Уважаемый, просьба внимательная, слушайте, как учеников призываю вас. Так вот, наверное, я начну с Канта, потому что Кант в своей работе «Критика чистого разума» попытался определить пространство. Ну, я скажу, что, в принципе, он конкретно так определить и не смог. Что получилось? Он попытался с одной точки зрения посмотреть, попытался с другой, потом это дело в кучку соединил. Но мы помним, наверное, все басни у Крылова о слепцах. Дело в том, что один ощупал ногу, другой — хвост, третий — хобот. И они, когда начали вместе беседовать, у них беседы не получилось, потому что у них не было единой точки зрения. Но даже если бы они смогли договориться, все равно они не полностью исследовали слона. И поэтому у них не могло получиться описание слона. То же самое получилось и у Канта. Кант сумел выявить какие-то признаки исследуемой категории с позиции метафизики, и иные с позиции трансцендентальной. Но он не описал саму эту категорию, не сумел сформулировать определения. Все дело в том, что он не отграничил пространство от непространства. И потому утверждать, что выявленные признаки принадлежат именно этой категории, он не вправе. Вот сейчас тоже до меня выступал докладчик. Я считаю так. Надо какие-то конкретные определения все-таки давать. Почему? Потому что в словарях даются разные. В разных словарях даются разные дефиниции. И для того, чтобы слушатели понимали однозначно, надо давать какие-то свои... Ну, так как понимает докладчик определения. Видимо, вы озадачены тем, что я вот говорю о Канте, а не цитирую. Ну, почему? Ну, потому что действительно в цитатах смысла особенного нет. Потому что процитировать все, это бесполезно. А вырывать кусками ничего тоже не получится. Ну, в общем-то, одну цитатку я хочу привести. Пространство есть не дискуссивное, или, как говорят, общее понятие об отношениях вещей и вообще, а чистое созерцание. В самом деле представить себе можно только одно единственное пространство. И если говорят о многих пространствах, то под ними, разумеет, лишь части одного и того же единственного пространства. К тому же эти части не могут предшествовать единому всеохватывающему пространству, словно его составные части, из которых можно было бы его сложить. Их можно мыслить только находящимися в нем. Пространство в существе своем едино многообразное в нем, а стало быть и общее понятие о пространствах вообще, основывается исключительно на ограничениях. Отсюда следует, что в основе всех понятий о пространстве лежит априорное неэмпирическое созерцание. Ну, первое предложение, вернее, он построил так свое вот это высказывание, что из первого предложения якобы вытекает все остальное. Но это на самом деле не так. К тому же утверждение, будто бы существует одно единственное пространство, является не совсем верным. Ибо тогда те пространства, которые мы наблюдаем в своих снах, должны были бы являться частями пространства нашей реальности. Но очевидно, что и это не так. Поэтому более корректной была бы фраза, имеющая в виду единичность пространства данной реальности. Здесь, видимо, надо сделать отступление, чтобы дать потребные объяснения. Реальность — это то, на фоне чего у сознания может иметься возможность консультации собственного существования. А теперь я предлагаю разделить мир на реальности. Вполне очевидно, что должна быть реальность, в которой первичной является материя. Ибо сознание вне материи существовать просто не в состоянии. И эту реальность следует назвать естественной или объективной. Но может иметь место и множество реальностей искусственных. К примеру, реальность кинофильма, реальность наведения и тьма иных. Разумеется, первичным в таковых является сознание, ибо вне сознания они просто не существуют. Та реальность, в которой мы живем, является особенной. Почему? Ну, хотя бы потому, что до сих пор еще не стихли споры относительно ее природы. Материалисты, не имея никаких доказательств, утверждают, что она объективная, естественная. Идеалисты, не имея никаких доказательств, стоят на том, что она искусственная. Можно выразиться и иначе. Одни верят в то, что Бог есть, другие верят в то, что Бога нет. Кто же прав? Ну, я думаю, что ответить на этот вопрос можно с помощью критерия. В более общем виде этот критерий можно сформулировать вот таким интересным образом. В естественной реальности нарушение законов этой реальности просто невозможно. Если реальность создана искусственно, то автор этой реальности может изменять законы. Ну, искусственная реальность, чтобы вы поняли меня однозначно, искусственная реальность, пример, это реальность гипнотического сна. То есть, как скажет автор реальности, не тот, который наблюдает, а именно автор, тот, который эту реальность создает в сознании того, кто наблюдает. Он может изменить все, что угодно, в любой момент. И вот я хочу сказать, что. Если мы заметим нарушение закона нашей реальности, хотя бы единственного, это будет являться достаточным основанием для того, чтобы утверждать, что наша реальность является искусственной. Ну, вот, теперь я предлагаю всего одно такое. Один критерий еще дополнительный. Их много, но я один предложу. Ненаучное, то есть интуитивное предвидение грядущих событий в несотворенной реальности невозможно. То есть нельзя предсказать, что будет через тысячу лет. Это исключается полностью. Ну, а теперь, вот, например, да, пример. Если вы читаете книгу, вы можете заглянуть в оглавление, и каким-то образом вы можете, ну, предвосхитить, что будет, правильно, да? А на тысячу лет вперед посмотреть это невозможно в принципе. Так вот, обратимся к главе второй из книги пророка Иезекииля. Ну, многие там люди считают, что Библия это недостоверный источник, но я сейчас попробую доказать, что что-то достоверное там есть. Так вот, стих 15. И рассили тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу, к одессмерзостям твоим, среди тебя. Стих 19. Посему так говорит Господь Бог, так как все вы сделали с изгарью, зато вот я соберу вас в Иерусалим. Не станем зацикливаться на первой части пророчества о грядущем рассеянии евреев, потому что во имя корректности нам необходимо пришлось бы доказывать не только то, что Иезекииль жил до великого рассеяния, но и гарантировать, что текст не подвергался более позднему редактированию. Но не заметить того, что о предстоящем рассеянии Израиля сказано и в Левите, и пророкам Исаии, и пророкам Иеремии, и пророкам Неемии, и пророкам Захарии невозможно. То есть предупреждение, скажем так, место имело, и рассеяние великое состоялось. И все же примем упомянутый стих номер 15 книги пророка Иезекииля лишь в качестве информации к размышлению. И все свое внимание сосредоточено на том, что сказано в стихе номер 19. Так вот, оно сбылось. И не когда-то, а так сказать, при жизни нашего поколения. 14 мая 1948 года образовалось государство Израиль. Значит, этот факт является вполне достойным доверия. Я особенно подчеркиваю, что ни в распреда, ни в исповедании, ни в философской кредо, не имеют никакого значения при оценке этих двух событий, предсказания и результата. Не признать это невозможно. То есть вероятность того, что предсказанная Пророком Иезекиилем сбудется за те 3 тысячи лет, так долго стремилась к нулю, что и вовсе потерялась. Многие народы, вовсе и не развеянные по землям, за эти века исчезли с лица земли. Многие иные, народившись, канули в лету. А государство Израиль существует. С недавних пор опять существует. Есть и иные способы доказательства, но достаточно и единственного. То есть здесь мы сумели ответить на основной вопрос философии. Наша реальность является искусственной. Заметим, попутно разрешился и другой вопрос. Тот, который мы здесь перед собой и не ставили. Если наша реальность является искусственной, то следовательно у нее есть и автор. Можно добавить в качестве постулата. Он не волшебник, а интеллектуал. Но в своем месте я занимаюсь философией серьезно. И у меня толстая-толстая книга. Так вот, я этот тезис обосновал. Здесь я не буду зацикливаться на этом моменте, потому что у меня просто нет времени. Для чего я предложил вот это отступление от темы? Только для того, чтобы продемонстрировать, что реальности существует множество. И это очевидно, пространство у этих реальностей разное. Разные и материи. И без комментариев в качестве постулата предлагаю еще парочку формулировок. Материя не бывает безотносительной, а потому возможно говорить лишь о материи, принадлежащей какой-либо реальности. Субъекты и объекты, будучи материальными, могут принадлежать только той реальности, в которой они существуют. Однако вернемся к Канту. Не совсем ясно, о каком существе говорит философ. Пространство в существе своем едино. Видимо, здесь сказано о том, что пространство не балует нас многообразием. Признаемся, на наш взгляд, такие характеристики, как многообразие или однообразие, категории пространства вообще относимых быть не могут. Ибо пространству не свойственны ни форма, ни содержания. Это опять же с нашей колокольной. Кант считает иначе. Пространство есть не что иное, как только форма всех явлений внешних чувств, то есть субъективные условия чувственности, при котором единственное и возможное для нас внешнее созерцание. Вот так. Пространство таки является формой. А вообще фраза, конечно же, достаточно интересна. Мы просим обратить внимание вот на что. Пространство есть только форма всех явлений внешних чувств. Но ведь в таком случае пространство не может существовать лишь для людей, их сознания, ибо внешними чувствами, согласно традиционному воззрению, обладают и животные. Однако несколькими строками ниже наш пропонент заявляет вот что. Стало быть, только с точки зрения человека мы можем говорить о пространстве, о протяженности и тому подобном. То есть Кант тем самым утверждает, что, скажем, животные не в состоянии воспринимать внешнее раздражение. Но ведь животные, насколько мы знаем, они даже и расстояние вполне адекватно оценивают, например, между собой и добычей, между собой и врагом. Поэтому тут Кант, я думаю, не прав. Однако вернемся к предыдущей цитате. Пространство есть субъективные условия чувственности. То есть пространство по своей сути является только условием, причем необходимым. Нам пришлось сталкиваться с массой всевозможных и разнообразнейших условий, но столь неконкретное и неявное попадается впервые. Вот мы и говорим, до условия ли пространства-то. Есть у нашего пропонента иное определение. Пространство представляется как бесконечная данная величина. Ну, это вообще смешно говорить. Почему? Потому что даже элементарная петля и та является бесконечной данной величиной. Ну и таких, в общем-то, бесконечных данных величин много. То есть определение, скажем так, несколько шире объема определяемого. Поэтому неправильно. Попробуем поставить себя на место творца. То есть попытаемся создать искусственную реальность. Здесь лучше всего подойдет именно компьютерный пример. И с удивлением обнаружим, что задать последовательность событий в этой реальности возможно. Причинно-следственные связи сложить вовсе не проблематично. Создание материи никаких трудностей также не вызывает. Была бы фантазия. Такие понятия, как количество и качество, включаются в программу легким движением руки. Переход по условию пары пустяков. Даже элемент случайности привнести в сотворяемую реальность вовсе несложно. Но вот что касается пространства, нет такой команды ни в едином из существующих языков программирования. Однако значит ли сие, что пространство в этой нами мысленно созданной реальности отсутствует? Нет, конечно. Мы даже и не планировали в предложенном опыте по программированию создавать в этой реальности сотворяемое пространство. Но оно, в общем-то, существует. Оно появляется само без приглашения. Так где же загадка? Ответ несложен. Пространство, выражаясь языком Канта, как вещь себе, не существует. Оно просто всегда и всюду нами подразумевается. Мы привыкли оперировать этим понятием, но оно, как выяснилось, фиктивное. Из всего изложенного выше однозначно выникает, что философская категория пространства описывает нечто в действительности не существующее. Иными словами, пространство следует полагать абстрактной категорией. И опять отступление. Ну, здесь я могу привести из словаря Ожикова дефиницию. Пространство – это одна из форм наряду со временем существования бесконечно развивающейся материи, характеризующейся протяженностью и объемом. Вне времени и пространства нет движения. Ну, я скажу так. Сказано красиво, но что такое пространство из этой формулировки понять просто невозможно. Я думаю, что никто этого представить себе не может. Ну, а теперь дальше. Выше такая категория, как реальность, уже была определена. Так вот, по нашему мнению, пространство – неявно выраженная категория. Может быть, неотделимым от реальности явно выраженной категории только в том случае, если первая категория является примазавшейся ко второй. Иными словами, пространство является совершенно неконкретной характеристикой соответствующей реальности в плане ее протяженности. А теперь то же самое, но в более строгих терминах. Пространство – это абстрактная философская категория, якобы присущая реальности и подразумевающая в последней наличие возможности протяженности в любом направлении. То есть мы не говорим о том, что само пространство характеризуется протяженностью, отнюдь, оно лишь подразумевает протяженность у реальности. Если бы философская категория пространства характеризовалась протяженностью, то в таком случае была бы возможность его измерить. Но измерить нечто абстрактное невозможно в принципе. Вне всякого сомнения, в физике предложенная нами дефиниция категории пространства применима быть не может, ибо технари умеют оперировать только исключительно конкретными понятиями. Абстракция для них хуже китайской грамоты. И потому мы предлагаем вот такой адаптированный вариант определения исследуемого термина. Пространство – это физическая категория, представляющая собой совокупность всего того, к чему могут быть применимы линейные измерения. Повторяю, это для физиков. Философы должны оперировать только абстрактной категорией пространства. А теперь обратимся к природе пространства, как к философской категории. Наша формулировка утверждает, что пространства вне сознания не существует. Как так? И мы ответим. Так же точно, как в природе нашей реальности не присутствуют метры, дюймы и километры. Но ни одна протяженность не воспринимается нами без относительной меры длины. Вот бы и изыскать то самое, что является, так сказать, пространственно-генным, сотворяющим это самое пространство. Можно сказать так, что пространство появляется в результате осознания тел, обладающих формой и протяженностью, и находящихся в поле зрения. Для того, чтобы наш внимательный слушатель понял эту мысль абсолютно адекватно, мы предлагаем проделать следующий эксперимент. С технической точки зрения это очень просто. Требуется безоблачный день, листик свернуть трубочкой и смотреть в небо, чтобы не видеть ничего абсолютно постороннего. И мы увидим, что пространства нет вообще. Глазу будет не на чем остановиться. Можно было бы по-другому сделать, ну вот, скажем, чистый экран, однотонный абсолютно, и смотреть на этот экран. Мы не будем видеть пространство, это невозможно. Можно еще и третий вариант придумать, самый такой жесткий. Это в темной камере, где-то в подвале, грубо говоря, да, сидеть. И мы не можем тогда представить себе пространство. Это физически будет просто невозможно. Потому что пространство для нас, повторяю, появляется тогда, осознание пространства появляется тогда, когда есть какие-то объемы, когда есть какие-то предметы. Вне их мы пространство понять не можем. И поэтому, как раз я и хочу сказать, что априорное понятие о пространстве, как утверждал Кант, это штука неверная. Так вот, пространство является результатом осознания имеющихся в поле зрения фигур, обладающих объемами и габаритами. Наверное, надо обратить внимание нашего слушателя и на следующее. Пространство не имеет собственной формы как способа существования, но оно не имеет и собственной формы в плане наружного вида. Следовательно, ему приходится постоянно носить платье с чужого плеча. Отметим, это для себя может быть пригодится. И после всех этих рассуждений, уже с чувством исполненного долга, можно говорить о том, что формулировка «ничто не бывает вне пространства», если мы говорим не об осознании в корне, не верна. На самом деле, это пространство якобы присутствует везде. Здесь еще хотелось бы обратить внимание вот на какую тему. Дело в том, что сегодня об этом тоже уже говорилось. Рене Декарт предложил использовать для описания пространства три взаимно перпендикулярных орта. И этих ортов было вполне достаточно. Может быть, можно было бы и больше, если бы можно было четвертую дорисовать. Но его дорисовать некуда. А теперь дальше. Дело в том, что было опубликовано интервью, взятое у ортиса Молдашева. В частности, он сказал такое. Если согласиться с некоторыми воззрениями физиков о том, что вещество есть изогнутое пространство, то в трехмерном пространстве, вперед-назад, вверх-вниз и вправо-влево, вещество будет напоминать треугольник, а в объемном выражении – тетрадер. В четырехмерном пространстве вещество должно соответствовать двум треугольникам, соединенным в прямоугольник, а в объемном выражении – октаэдер. И так далее. Начнем с того, что фраза некоторых воззрения физиков или бессмысленна, или некорректна. Вот если бы она была построена иначе, скажем так, воззрения некоторых физиков, то тогда можно было бы побеседовать об этом. Но прежде отключемся, для того, чтобы разобраться. Ну а теперь маленький экскурс в геометрию. Самая элементарная линейная фигура может быть ограничена двумя точками, находящимися напрямую – меньше – невозможно. А самая элементарная плоская фигура ограничена тремя линиями – меньше – невозможно. Самая элементарная объемная фигура ограничена четырьмя плоскостями – меньше – невозможно. Воспользуемся законом индукции, тогда у нас получится следующее. Самая элементарная четырехмерная фигура должна быть ограничена пятью объемами – меньше – невозможно. Самая элементарная пятимерная должна быть ограничена шестью четырехмерными – меньше – нельзя. В общем виде, самая элементарная n-мерная фигура должна быть ограничена n плюс 1 фигурами, мерности n минус 1 – меньше – невозможно. То есть каждая последующая мирность не просто добавляет очередное линейное измерение, но и требует некоторое минимальное количество фигур предыдущей мирности. Но ученые говорят о существовании даже и 10-ти мирных пространств. Представляете себе хотя бы 11-9-ти мирных фигур, подогнанных друг к другу так, чтобы не было ни одной дырочки? Это сложно понять. Но это еще не все. Можно проделать аналогичную процедуру, дабы выяснить о контактах в местах сочленения. Тогда мы заметим, что в плоской фигуре линии соединяются точками. В объеме плоскости соединяются линиями. Следовательно, в общем виде для n-мерной фигуры точкой контакта должна являться фигура мерности n-2. Минус 2. Что, не так? Так, сейчас, пожалуйста, еще раз посмотрю. В плоской фигуре соединяются точки. Так, линиями. Минус 1 получается. Да. Ну ладно. Ну ладно, отпечатался. Для наглядности рекомендую взять 5 правильных трехгранных пирамид и попытаться слепить из них нечто таким образом, чтобы грань любой пирамиды соприкасалась с гранью каждой соседней, полностью с ней совпадая. Ну и в качестве точек должны будут служить линии. И если это то, если это элемент четырехмерной фигуры, то я пас. Конечно, этот тезис можно оспорить. Мол, для четырехмерного пространства надобны другие элементы, пентайдры или даже декаэдры. Не возражаю, попробуйте. Можно говорить о минимуме. Можно говорить о максимуме. Я здесь о минимуме говорил. Правда, могут опять возразить. В трехмерном пространстве создать более чем четырехмерную фигуру невозможно по определению. Соглашаемся, все так. Но все же заметим, люди давно научились изображать на плоскости трехмерные фигуры. Эта процедура получила наименование аксонометрии. Понятное дело, изображение является условным. Так вот, если существует нечто четырехмерное, то оно обязано уметь изображаться и в трехмерной аксонометрии. А почему бы и нет? Именно потому я и говорю, что если использовать пять правильных пирамид, ну и так далее, то должно что-то получиться. А теперь еще одна цитата из того же интервью с Молдашевым. Американский ученый Друнвала Мельчиседе, которого многие считают посвященным, первым высказал предположение о пришельцах из параллельных миров на земле Древнего Египта. Более того, он указал на рост людей разных пространственных измерений. Полтора-два метра люди третьего нашего измерения, шесть, четыре с половиной, четвертого, десять и шесть. Пятое измерение, восемнадцать метров шестое, двадцать шесть, двадцать восемь, седьмое. Мы тщательно измерили рост статуи без головных уборов и нашли, что все совпадает с расчетами этого Мельчиседека. Достаточно интересно. Ну, насколько я понимаю ситуацию, люди, принадлежащие разным измерениям, должны отличаться именно разницей в измерениях. Но не следует путать такие понятия, как измерения и габариты. Это, во-первых. Во-вторых, интервьюерами так и не сказал, сколько же измерений в мире седьмого измерения. Все семь или все-таки три, но в другую сторону. Каким образом жителям седьмого измерения удается создавать свои собственные трехмерные статуи? Почему бы не допустить, что у статуи, изготовленной жителями седьмого измерения, имеются все семь измерений? Я что хочу сказать. Вот у нас в Краснодаре есть такой памятник, мужик с молотком стоит. Если пройдет тысяча лет и его когда-нибудь откопают, то будут считать, что все краснодарцы вот такие огромные. Ну, вот так получается по этой логике. Почему... Время заканчивается. А сколько? У вас осталась минута. Неправильно, я же позже начал. Ну, я вот сейчас засек, да. У меня еще шесть страничек, я должен успеть их... Ну, давайте дальше так. Так, значит, особенно подчеркиваю, что двухмерные фигуры в нашем пространстве возможны. А вот четырехмерные вроде как нет. Так, по идее, должно быть. Потому что я не могу, например, врисовать объемную фигуру в лист бумаги. Это невозможно. Но у них получается, что они к нам могут заходить в наш мир, а мы не можем. Это абсурд. Так. И еще что интересно. Чем объясняет, мол, Дашев вот такое несоответствие? Дело в том, что у них оказывается нравственность выше, чем у нас, и поэтому они вхожи в наш мир, а мы не вхожи. Ну, ладно, не будем дальше об этом. Значит, и еще что. Возможно ли пространство с мерностью больше, чем три? Да, конечно, возможно. То есть я особенное внимание обращаю вот на что. Электрики, описывая переменный ток, пользуются двумя нормальными координатами, всем привычными. И третья, мнимая ось, добавляется. Если же мы будем описывать трехфазный ток, то мы будем использовать шесть координат. То есть шестимерное пространство для иллюстрации этого переменного тока. Я это знаю твердо, потому что это моя специальность. То есть я в этом деле разбираюсь. И электрикам это помогает, а посторонние могут и не понять. Но говорит ли это о том, что действительно пространство на самом деле имеет мерность? Нет, конечно, пространство мерности не имеет. Так вот, если пространство не является категорией реальной, то говорить о его мерности смысла нет вообще. Вот таким образом. Так, ну сейчас. Да, еще немножко. Вот насчет искривления пространства. 26 числа я буду читать доклад на эту тему насчет искривления пространства. Заранее хочу сказать, что искривляется не пространство и не время, а искривляется информация о пространстве и времени. Ну, все, наверное. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...